А следующий материал должен был выйти в эфир еще в 2015 году. Именно тогда Дарья Домрачева выиграла большой хрустальный глобус. И мой коллега Андрей Иванов отправился туда, где начиналась карьера будущего героя Беларуси. Речь, как вы поняли, о Нягоне. Именно в этот небольшой городок в 1990 году перебралась семья Домрачевых. И именно там Дарья начала заниматься лыжными гонками, а затем биатлоном. Это все известные факты. Впрочем, нашему корреспонденту удалось снять много эксклюзивного материала и найти интересные архивные кадры. Итак, наш новогодний сюрприз. Дарья Домрачева. Начало карьеры. Нягонь. Весна 2015 года. Спортивная база «Геолог». Поменялось сильно все? Нет, знаете, все осталось. Так, как было 10 лет назад. Вот мы, в принципе, дошли. Мы вот сейчас подходим к зданию, где, собственно, и зародился биатлон в Нягоне. Эксбиатлонистка Екатерина Манова, аккуратно ступая по разъезженной колесами большегрузного транспорта земле, подводит нас к месту, где когда-то все начиналось. Начиналось с лужных гонок. Ну, мебель, да. Шкафчики поставили. Вот, для лыж стеллажи, для ботинок стеллажи. Взывались и выходили на тренировку. Здесь же и тренажили, стелили паласы. Вот паласы уже. Здесь паласы вселили и тренажили. Я хочу обратить внимание на надписи, потому что сама недавно увидела. Была потрясена, что до сих пор надписи остались. Домрачева, Даша, Казакова, Лена. Это наша команда, сборная города Нягоне. Стеллажи были и лыжи мы сюда ставили под фамилиями. Вот моя фамилия Манова Е. Екатерина. Тронута, просто тронута. Столько лет прошло, и все-таки память такая осталась. А прошло с тех пор, пор, когда эти наклейки с фамилиями появились на стенах, около 20 лет. Оттенки остались, в которых дети сейчас и бегают. И комбинезоны. Даже тот Дашин комбинезон до сих пор, сейчас поколение новое, тренируется в этих комбинезонах. Вот об этом комбинезоне идет речь. Съемка датирована 2003 годом. О возвращении Домрачевой в Беларусь пока ничего не известно. Но к этому видео мы вернемся позже. Пока же год 1997. Сюжет телеканала Нягонь ТВ. На лыжной базе детско-юношеской спортивной школы «Геолог» уже идут занятия по лыжной подготовке. На сегодняшний день здесь занимаются 242 школьника в возрасте от 9 до 18 лет. Лыжная база располагает всеми необходимыми для этого условиями – трассой, наличием тренерского состава. Единственная загвоздка, как отметил директор базы Николай Васильевич Яний, это недостаточное финансирование для приобретения лыжного инвентаря. Ситуация доходит уже до того, что на двоих ребят всего одна пара лыж. И вот теперь стоп. Еще раз посмотрим кадры. Маленькая комнатушка, дети ждут старта лыжной тренировки. Оператор делает панораму, и в кадр попадает девочка в белорозовой шапке. Знал бы режиссер монтажа, что обрежет лицо будущей трехкратной олимпийской чемпионки, наверное, не позволил бы себе этого. Здесь маленькой Даше 11 лет. Наверное, первое видео из сохранившихся. Какой-то год, я помню, я тоже была в сборную округа, но по своему возрасту. Даша уже на всероссийских соревнованиях довольно хорошо выступала. И мой тренер, наш тренер, вернее, Альберт Вакилович, просто у Даши уже был окружной тренер, а я занималась у Альберта Вакиловича. Наставлялась, чтобы я в техническом плане за Дашей старалась. То есть смотрела на ее технику, где мои ошибки. То есть я исправляла и равнялась на Дашину технику. 1 февраля прошлого года в Неконе был открыт филиал окружной, специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по биатлону. Годовщине этого учреждения и посвятили открытое первенство города по биатлону. Звание лучшего осваривали 35 спортсменов с трех возрастных категориях. Младшие юноши состязались в гладкой гонке на дистанции 3 километра, а юноши и девушки постарше на дистанции в 3 и 4,5 километра с двумя огневыми рубежами. Первые места в соответствующих возрастных категориях заняли Александр Герман, Андрей Миронов и Дарья Домрачева. Домрачева. Многим российским журналистам и комментаторам потребовалось еще лет 5-6, чтобы разобраться и начать правильно ставить ударение. Своими результатами она заставила это сделать. 11 лет назад Дарья Домрачева начала заниматься лыжным спортом. На протяжении этих лет проходили внутригородские и окружные соревнования и долгие регулярные тренировки. Итог – Даша становится членом сборной России. В свои 17 лет Даша является многократной победительницей всероссийских турниров, чемпионатов. Заниматься лыжным спортом в Нягонской биатлонистке начала с 6 лет. Это мне очень нравилось, занималась, конечно, там хотела чего-то добиться, но надеялась. А вот биатлоном увлекаться Даша началась с 98-го года. Когда мы начали работать с оружием, у нее какой-то был дар уже к биатлону. И что стрельба у нее сразу пошла. Не как у некоторых. Некоторым объясняешь, все, работаешь, работаешь. У нее как-то было все раз схвачено, и все пошло, пошло потихонечку. В том же 2003-м в составе юношеской сборной России она завоевала серебряную медаль на Европейских днях молодежи. Обратите внимание на головной убор 17-летней Даши. Данная модель – дело рук мастеров, работавших в фирме Уля Эйнера Бьерн Далина. Ну да, в принципе, она девочка целеустремленная была. По ней уже видно было, что этот человек далеко пойдет. Как бы функциональные возможности, организм очень сильный. Гемалглобин был у нее высокий, как бы все. И самое главное, что мы ее не загубили, а сохранили. Альберт Мусин. Именно этот человек учил ее о зам биатлона. Работал с Дарьей 6 лет. Есть что вспомнить. После Словении, после юношеских олимпийского фестиваля, они приехали, и мы поехали на Россию. Я как молодой тренер, я-то не знал, надо было курс восстановления пройти. Ну, мы поехали сразу в Екатеринбург, та же на первенство России. Получается, повторную тренировочку делаем, комплексную. Получается, я наблюдаю за пульсом, а пульс-то вообще восстановления нет. Ну, я испугался, что тут делать, там, посовещался с тренерами. И, как бы, как еще молодой был, всего не знал, как бы, получился человек с высоты спустился с гор. И нужна была акклиматизация, восстановление, бассейн, легкие прогулочки такие. И получилось, мы долго не раздумывая, чтобы не загубить ее, как бы, некоторые тренера окружной команды были против. Но мы взяли, как бы, собрались и уехали с первенства России даже. А в 2004-м она уехала уже одна, без Альберта Вакилыча. Сначала на традиционные каникулы в Беларусь, где и было принято судьбоносное решение, изменившее ее жизнь и карьеру. Но это уже другая история. Субтитры создавал DimaTorzok